Приветствую вас, дорогая церковь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я рад сегодня всех видеть в Доме Божьем. Хотел бы вначале передать вам привет от всех любящих Бога из солнечной Одессы. Я бы хотел сегодня, чтобы мы поразмышляли над одним местом из Писания, которое всем очень хорошо известно. Я буду читать Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарею и Галилею. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам!» И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Эту историю я читал много раз, и, как в любой истории, я хотел увидеть, как показаны отношения между людьми, как показаны отношения людей к Богу, и как показаны отношения Бога к людям. И когда я читал ее, я вдруг заметил особенность, которую раньше не замечал. Десять человек, которые встретились Иисусу Христу на дороге. Вас не смущает состав этой группы? Десять человек. Нету в ней ничего такого необычного. Там был Самарянин. И как-то я всегда читал, ну да, был Самарянин, что тут такого? Но когда я начал вспоминать другие места из Библии, то я вспомнил отношения между иудеями и Самарянами. Я думаю, вы все помните, да, когда ученики Иисуса Христа удивились тому, что Он просто разговаривал с женщиной-самарянкой. Для них это было таким небольшим шоком, как это учитель разговаривает с этой нечистой женщиной. Вы помните, да, ответ Иисуса Христа Самарянки, которая пришла к Нему просить об исцелении. Он сказал ей, «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Вы помните, что сказали ученики Иисусу Христу, когда Его не пустили в город? Они сказали, «Давай сведем огонь на этот город и накажем их». И они не думали о том, что там есть женщины, есть дети, старики, есть люди, которые даже не подозревают, что сюда должен был войти Иисус Христос. Они считали это люди, которые предатели, язычники, как-то в своем роде. И они ничего другого не заслуживают, кроме смерти. И тут мы видим идущих вместе иудеев и самарянина. Интересно, да? Когда у людей горе, то как-то забывается вся вражда. Даже есть такое выражение «друзья по несчастью». Если мы вспомним, кто такие вообще самаряне, откуда они взялись, то это в принципе те же самые иудеи. Иудеи, которые в свое время предали царя, которые сказали «мы не будем служить», организовалось свое царство и началось поклонение другим богам, божествам, наряду с поклонением к Богу. А потом вообще царь вавилонский переселил их всех вавилон, а на их место поселил языческие народы. Там осталось какое-то количество бедных людей. И если вспомнить, то написано, что царю донесли, что на том месте дикие звери, они убивают людей, которых туда переселили. И царь сказал, отправьте туда одного из священников, которые там были, пускай они научат этих людей поклоняться Богу той земли, чтобы звери перестали их убивать. И туда отправился священник, и он учил их поклоняться живому Богу. И отличие было в том, я смотрел вот разные справочники, то, что самаряне, они признавали пятикнижи Моисея. Книга Исход, Бытие, Числа, Левит. А остальные книги не признавали. А евреи, у них еще были пророки, были книги царств. И на самом деле, когда женщина спрашивала у Иисуса, на какой горе следует поклоняться, на той горе, на которой он показывал, находился храм, храм самарянский. Потому что иудеи не пускали самарян в свой храм, то какой-то период времени они возвели свой храм. И мне было удивительно, я узнал, что во время Маковейских войн иудеи этот храм разрушили. Иудеи разрушили храм, где поклонялись Богу, но поклонялись самаряне. И вот такие вот у них были между собой разногласия. То есть люди, которые в общем-то друг друга лично даже могли и не знать. Они с детства учились ненавидеть друг друга. Родители им говорили, что вот есть такие самаряне, это нечистый народ, с которого ничего хорошего не будет, они неправильно поклоняются Богу, неправильно служат Богу, и поэтому они достойны уничтожения. И мы видим здесь, когда у них одна и та же болезнь, они забыли о всех своих разногласиях, о ненависти, которая у них была. Как вы думаете, они когда ложились спать, когда утром вставали, они молились о том, чтобы этот самарянин покаялся и обратился к истинному Богу, к такому, в которого верят они, я думаю, нет. Я думаю, они молились, когда вставали утром о том, чтобы все дожили до вечера. Когда они ложились вечером, я думаю, они молились о том, чтобы все проснулись утром. Их не волновали различия в обрядах, различия в том, какие книги они признают или не признают в Библии, они думали только об одном, как бы прожить еще один день и как бы еще одну ночь перенести все вместе. Очень напоминает отношения между людьми. И также чтобы уже эту тему как бы закончить. Что случилось, когда они исцелились? Что произошло? Буквально в течение получаса, может быть часа, потому что мы видим, самарянин возвращается на то место, где он получил исцеление, он понимает, что он еще застанет Иисуса Христа, что еще недалеко ушла эта группа. Он точно уверен, что он найдет его для того, чтобы поблагодарить. То есть буквально они начали отходить, может быть отошли километр, два, и они увидели, что они исцелились. И мы видим, что возвращается один человек. А где его друзья? Почему они его не остановили? Ведь на самом деле они спешили совершенно не зря. Если мы почитаем закон, то даже после исцеления они еще читались нечистыми людьми. То, что у них уже не было проказа на теле, это не означало автоматически, что они могут зайти в свои дома, выбросить свою одежду, сжечь и жить как обычные люди. Если мы посмотрим здесь носку, мы увидим в книге Левит, что они должны были прийти к священнику, даже не они должны были прийти к священнику, они должны были позвать священника, кто должен был выйти из города, потому что они нечистые, они не могли войти в город. Там провести с ними обряд очищения, и еще после этого обряда очищения 7 дней они не могли зайти в свой дом. Они уже могли войти в город, но в свой дом они зайти не могли. И только на восьмой день уже, когда священник увидит, они должны были сбрить волосы, брови, когда священник увидит, что действительно проказа нигде нет, он должен был провести с ними еще один обряд очищения, принесения жертвы, и после этого только они объявлялись чистыми и могли зайти в свой дом. Поэтому я понимаю тех девять человек, которые торопились побыстрее к священнику. Потому что уже каждая минута оказалась очень длинной, когда ты уже понимаешь, что ты можешь вернуться в свой дом. Но один развернулся и пошел назад. И я думаю, тут они вспомнили, что даже если они его позовут в тот храм, в который они идут, он с ней пойти не сможет. Если они придут самарянином к себе в селение, где самарян презирают, на них будут показывать пальцем. Смотрите, с кем они завели общение, пока были там в пустыне, в этих нечистых местах. Как быстро человеческое мышление меняется. Покуда у нас есть общее горе, мы как-то стараемся держаться друг друга. Как только они почувствовали исцеление, они стали уже не десять, а они стали десять минус один. Они стали уже иудеями и самарянами. До этого они были просто прокаженными. А после того, как получили исцеление, стали иудеи и самаряне. Тоже очень напоминает отношения между людьми. Интересно мне еще, я обратил внимание, их отношения к Иисусу Христу. Они не обращаются к Нему, Господи, не обращаются к Нему как-то вот, да, показывая, что Он святой человек, а они обращаются к Нему, наставник. Я думаю, это не зря, что им даже в голову не может прийти, что перед ними находится Бог. Я говорю о том, когда они еще просят Его об этой милости. Им даже в голову не может прийти, что Бог может находиться в таких условиях. Вот на этой пыльной дороге, идя своими ногами, ходить с обычными людьми, там, где ходят прокаженные, они это понимали как никто другой, потому что они в чем-то оказались вот в таком месте, в таком положении, когда они имели все. Они утром просыпались, к ним могли подбегать дети, за ними могла ухаживать жена, где-то сидели возле огня родители их. Они жили обычной жизнью, их все устраивало. Кто-то, может быть, богаче, кто-то беднее, но они имели то, что имели. И в один день, когда они проснулись и увидели там где-то у себя на руке, не знаю где, вот это вот маленькое белое пятнышко, они лишились всего. Они лишились не просто здоровья, а они лишились своей семьи, они лишились общения со своими друзьями, то, что раньше они воспринимали как, ну, а как может быть по-другому? Как я могу утром встать, да, и не обнять свою жену или ребенка? Как я могу утром встать, и мой друг не пожмет мне руку? Как вообще, да, от меня будут отворачиваться? Мы часто, да, вот не понимаем, а как, разве может быть по-другому в нашей жизни? Я обычный человек, почему от меня должны другие отворачивать? Почему я должен уйти из общества? И они оказались в таком положении, когда они потеряли все. В один момент. Будучи в нормальном разуме, будучи абсолютно, да, вот, предвостринимая этот мир, так же, как они воспринимали его раньше, но они лишились всего. Я думаю, в их голове не могло уложиться, как Бог может добровольно отказаться от того, что Он имеет по праву. Как Он может отказаться от величия, от славы? Как Он может настолько добровольно обнищать, чтобы ходить здесь средь людей обычно? Я думаю, что в их голове, как те, которые каждый день понимали, что это значит, это просто не могло уложиться такое отношение. Я думаю, что для нас это тоже очень такой вот урок, да, когда мы смотрим с нашей обычной стороны, то нам кажется, ну, так много мы читаем историй, ну, да, Иисус Христос пришел на эту землю. Но если мы посмотрим, немножко опустимся ниже, с точки зрения человека, отверженного обществом, потерявшего все, то, я думаю, нам станет понятнее, да, насколько обнищал наш Господь. Он взял на себя проказу греха всего мира. Очень часто в Библии сравнивается грех с проказой. Проказа – это такая болезнь, которая очень похожа на грех, потому что она лишает человека, в первую очередь, чувствительности. Я когда-то читал, я узнал такие интересные факты, что человек больной проказой, он может пробить себе руку и при этом не чувствовать боли, там, где у него пораженные места. У него может течь кровь, и он этого просто не ощущает. Он может обжечь, положить руку в огонь, и он не будет чувствовать, как она у него горит при этом. Точно так же и грех. Когда он уже въедается в человека, он уже не дает человеку чувствовать угрызение совести. И вот Иисус Христос, он коснулся этой проказы человеческой жизни, то, чего он не должен был прикасаться. Какое здесь еще интересное, я для себя отметил, это то, где встречаются эти прокаженные с Иисусом Христом. Очень часто мы ищем встречи с Богом где? В церкви мы специально одеваемся, мы как-то думаем, что здесь Бог по-особенному будет нас слышать. Здесь находятся особые святые люди, и именно здесь молитва будет более услышанной Богом. Если мы посмотрим в мир, то целые организуются туры по святым местам. Там по-особенному Бог будет отвечать, там по-особенному можно молиться. А тут мы видим совершенно другое. Люди, которые, они не могли даже мечтать на то, чтобы прийти в Дом Божий. Для них была закрыта туда дорога до конца жизни. Они не могли мечтать на то, чтобы встретиться со священником с обычным. Они были не то, что со священником, даже с обычным человеком. Они не могли вообще надеяться ни на что, кроме хождения по пыльным дорогам Израиля. И где они встречают Бога? На обычной пыльной дороге, там, где ходят тысячи людей. Но там, где они особо в Нем нуждаются. Там, где они к Нему взывают, там, где они кричат к Богу, они там Его и встречают. И знаете, это тоже такой для нас очень большой пример, что Бог не там, где мы себе представляем, а Бог там, где мы в Нем нуждаемся. Знаете, я вспомнил псалом Давида, человека по сердцу Божьему, который это прекрасно понимал, который написал в 177-м псалме, «Куда я от Тебя скроюсь? Зайду ли на небо, Ты там, спущусь ли в преисподнюю, и там Ты, уйду на край земли, и там тоже Ты». И это удивительно, когда мы это понимаем в нашей жизни, что Господь, Он всегда рядом. Могут быть такие моменты в жизни, когда кажется, что отвернулись все люди, когда нас никто не слышит и не понимает. Может быть такой вот момент, кажущегося безмолвия. Но когда мы взываем к Богу, у нас не должно оставаться никакого сомнения, что Он тот, который слышит нас на любом месте, в больнице, в высоком кабинете, на учебе, где бы мы ни были, Бог везде слышит тех, кто нуждается в Нем и кто к Нему вызывает. Как же относится Бог к людям? Прежде чем к этому перейти, я хотел еще задать один вопрос. Как вы думаете, чем отличается вера этих людей? Тех девяти, которые шли в храм и того одного, который вернулся к Иисусу Христу. Ведь на самом деле и те, и те люди – это верующие. Те шли не куда-то там, отмечая свое выздоровление, а они шли по дороге в храм, там, где они могли получить уже как бы подтверждение того, того, что они исцелены. Там, где, проведя определенные обряды, они могли быть уверенными в том, что они смогут зайти в свои дома. И самарянин тоже был верующий. Они верили в одного и того же Бога. Но он бежал не в храм, а он бежал обратно к Иисусу Христу. Чем отличается их вера? Знаете, я когда размышлял, я подумал, что это вот то различие, которое делает Ветхий Завет и Новый Завет. Показывает веру новозаветнюю и веру старозаветнюю. Те, которые шли в храм, они верили в закон. Они верили, что только когда они полностью точно исполняют закон, тогда они смогут получить благословение Божье. Только когда они скрупулезно выполняют то, что скажет им священник, тогда действительно они сделают угодное Богу. И один человек, который бежал обратно к Иисусу Христу, он бежал, если вы посмотрите внимательно, он нарушил очень много законов. Ведь даже будучи исцеленным, он не мог приблизиться к людям, потому что он был еще нечист. Когда он бежал назад, он знал, что Иисус Христос может ему сказать, остановись вот там вот, за 20 метров от меня и не приближайся, ты нечистый. И он был готов там остановиться, там упасть на колени и там кричать и благодарить Бога. На что он рассчитывал? Что нами движет, когда мы совершаем какие-то поступки, которые кажутся безумными? Вспомните, когда вы совершали безумные поступки. Что может быть, когда нам все равно, что о нас подумают другие люди? Когда мы любим? Когда мы любим, мы совершаем безумные поступки. Я думаю, что те, кто любят, они это понимают. Когда нам все равно мнение других. Он бежал, он знал, что он будет благодарить Бога, а рядом будут стоять люди, которые его презирают, иудеи. И ему было все равно. Написано, он пал перед Иисусом ниц. То есть он не просто встал на колени, а он лег своим лицом в дорожную пыль. И ему было все равно, что о нем скажут, что о нем подумают. Его просто вот эта любовь переполняла, и он не знал, как он может еще по-другому выразить ее Богу. И тут интересна реакция Иисуса Христа. Это, кстати, очень редкий такой пример в Библии, когда люди приходят к Богу, получив обещанное. Я пытался вспомнить, кто еще перед Иисусом Христом падал ниц. Я вспоминал людей, которые падали, прося о чем-то. Которые, да, кто-то находился в болезни, была какая-то нужда. И тогда мы падаем ниц и умоляем Бога. Господи, Ты видишь, мы нуждаемся. Дай нам то, чем мы так нуждаемся. А тут мы видим другую ситуацию. Человек получил то, что он просил, развернулся, прошел дорогой назад и упал ниц. Я думаю, что такие можно примеры на пальцах одной руки в Библии пересчитать. Когда люди благодарят Бога за то, что они получили. невзирая на обстоятельства. И тут мы видим реакцию Иисуса Христа. Человек лежит перед Ним в пыли. Он не поднимает его. Тут есть вопросы, которые он задает. Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Это вопросы не к самарянину. Это вопросы к тем людям, которые стоят у него за спиной. А этот человек лежит все это время перед Ним. Я думаю, знаете, это показано, если можно так сказать, иметь такое дерзновение, то, в чем нуждается Бог. В нашей благодарности. Да, то, что никогда Он не откажет и не скажет, это было слишком много благодарности, я столько не заслуживаю. Он показывает им, посмотрите на этого человека, Он благодарит меня. И я действительно не считаю это чем-то зазорным. И только после этого Он поворачивается к нему и говорит, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Он не говорит ему, ты уже можешь не идти в храм, не показываться священнику, я тебя освобождаю от исполнения того, что было записано в Ветхом Завете. Он также должен идти на свою гору, к своему священнику, который тоже проведет с ним обряд очищения, принесения жертв, молитвы. Все то же самое, что и с теми людьми. Но у этого человека правильно расставленный приоритет. На первом месте любовь к Богу, на втором месте исполнение обряда. Я слышал такую фразу, которую сказал католический священник, и она меня просто поразила, то, что она была сказана из его уст. Он сказал, если вы пришли в церковь исполнить обряд, но не пришли встретиться с живым Богом, то вы зря пришли в церковь. Это бесполезное действие. Богу не угодны обряды. Богу угодно, чтобы мы, идя в его дом, искали встречи с ним. И поэтому, если мы идем в дом Божий для того, чтобы красиво спеть, красиво проповедовать, как-то красиво послужить тем даром, который есть у нас, но при этом мы не ищем встречи с живым Богом, то Богу это не угодно. Он не хочет, чтобы мы в точности исполняли закон. Он хочет, чтобы исполнение закона вытекало из нашей любви к нему, чтобы это было нашей потребностью, чтобы так мы проявляли благодарность нашему Господу. Я когда пытаюсь для себя представить, как бы Бог отреагировал, что ему приятно в отношениях, когда мы к нему относимся, я всегда представляю отношения между родителями и детьми. И такой вот простой пример. Представьте, ребенок где-то гулял, и приготовили вкуснейший обед. Распахивается дверь, чудесный запах, и что вы ждете? Вы ждете благодарности, что ребенок скажет «Той, как вкусно!» И даже поругаете, но будете в глубине души улыбаться, если он потянется грязной рукой к тарелке. Но если такой ребенок зайдет и серьезным видом пойдет вначале мыть руки, это будет очень тщательно делать, пройдя мимо вас и не замечая вас, а уже потом зайдет на кухню и поблагодарит вас, то я думаю, такой осадок останется на сердце. Да, потому что не чистые руки вы ждете от ребенка. Это тоже хорошо, это должно быть сделано. Но мы ждем в первую очередь благодарности. А за что благодарить Бога, если я ни о чем не просил? Я не болею. В общем-то ни в чем особо не нуждаюсь. В общем-то да, ну за что благодарить Бога? Я прочитал одну такую интересную историю, не знаю, правда это или нет. Один человек уже пожилой, вышедший на пенсию, может быть я что-то путаю, но он вот посмотрел в Библии, где написано, что жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80. И он посчитал 70 лет, сколько это дней. Отнял оттуда тот возраст, который у него уже был, получилось какое-то количество дней. Он зашел в магазин и купил количество шариков по тому количеству дней, сколько ему осталось до 70 лет. Взял большую емкость и наполнил ее этими шариками. И потом каждый день он вставал, брал за эту емкость один шарик и выбрасывал его. И пришел тот момент, когда он выбросил последний шарик. И он пришел к такому интересному выводу. Он говорит, сейчас для меня каждый день это подарок Божий. То, что написано в Библии, то, что Бог обещал мне, до 70 лет я уже это прожил. Поэтому сегодня, каждый день для меня это подарок. И поэтому поверьте, то, к чему мы привыкли, то, что мы считаем, что как может быть по-другому. А на самом деле это подарок Божий. На самом деле этого может быть завтра не быть. Этого может быть не быть через час, через два. И поэтому поверьте мне, нам есть за что благодарить нашего Господа. Если есть в сердце какая-то у нас неудовлетворенность, неприятности на работе, может быть неприятности в семье какие-то, недомолвки, и мы начинаем роптать на Бога, почему так, почему вот у меня так происходит. Поверьте мне, есть люди, которые живут по-другому. Если вы хотите благодарить Бога, возьмите сварите дома маленький казаночек суха, возможно, у вас через дорогу находится больница, сойдите в нее, я вас уверяю, там найдется человек, которому этот казаночек будет очень кстати, и вы увидите, что то, что вы имеете, это очень много. У меня есть очень хороший друг, верующий друг, но так случилось в его жизни такая была воля, что он родился с церебральным параличем, причем родился не потому, что это был рожденный недум, а так потому, что так врачи провели род, сломали позвоночник природы. и вот он сейчас немножко ходит, но больше ездит на коляске, и однажды мы с ним выходили из дома престарелых, мы там пробыли час, может быть полтора, и он повернулся ко мне и сказал такие слова, он очень любит Бога, вы не думайте это не атеист, не человек, который далек от Бога, человек благословения для очень многих, он повернулся ко мне и сказал, Юра, ты знаешь, а у меня в жизни очень даже все хорошо. Я это понимал, ну как бы понимаю это я, как человек, который стоит на своих ногах, который может сам за собой ухаживать, услышать этого человека, который сидит в коляске, для меня это было потрясением. Я действительно понимаю, что я имею за что благодарить Бога. И сегодня хотел еще раз нам напомнить, что действительно благодарить Бога это то, что мы всегда можем на любом месте, ибо мы ни были. Не надо нам искать, когда Бог нас вытащит из какой-то трясины, когда мы будем болеть и потом выздоровеем, надо нам искать, чтобы благодарить Бога. Тем более, что очень часто мы забываем это делать. Я смотрел на свою жизнь и я вспоминал, как много было ситуаций, когда я просил о чем-то у Бога, я получал и как-то очень быстро забывалось о том, что действительно в этом нет никакой моей заслуги, а это только по милости Божьей. Я думаю, не зря эта история оставлена здесь, не зря этот человек так вот выделен, что он вернулся и поблагодарил Бога. Давайте будем не забывать благодарить нашего Господа за все его милости, а самое важное за спасение, самое важное за надежду, которую он подарил нам, за то, что когда мы просыпаемся утром, мы понимаем, что этот день он не просто прожитый день, который нас приближает к старости, к болезням, к немощи, а это еще день, который приближает нас к вечности с нашим Богом. Благодарить Его за то, что мы имеем надежду в наших сердцах, что эта жизнь нам дана не зря, что это всего лишь навсего какой-то короткий промежуток, кроткое испытание, экзамен, но мы имеем надежду, которой сегодня лишены многие люди, которые не познали Иисуса Христа. И поэтому поверьте, нам есть за что благодарить нашего Господа. Давайте мы сейчас тоже встанем и поблагодарим Его.